МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа новин региона у студии Алена Милищанкова. Витаю вас сегодня в выпуске. Перенавучить и навод капиталом подтримают. У Могилёвской области сё лето планует створить амаль 5 тысяч новых прационных мест. Замес классичных лекций гульня и каштоуные подарунки. Могилё удалучился до сусветного тыдня финансовой письменности. У Могилёв пришла весна. Театральная. Стартуя 13-й международный форум «МартКонтакт». Амаль 5 тысяч новых прационных мест у планует створить сё лето Могилёвской области. Ориентир на запотребованное у конкретным населенным пункте специальности. Зараз на рынку працы необходны швачки, водители, продавцы. Больше за две сотни урачов и амаль сотня мулеров. Делях этого пропонуют перенавучения. Могуть подтримать початковым капиталом. Было бы только ожидание працевать, кажуть, у центра занятости. Максим Саукин – станошник широкого профиля. Кажа, имкнулся працевать на высокотехнологичном металлургичном предприемстве. Олежь закончил с отличием, с красным дипломом. После этого я ещё поступил в институт. Мне здесь хотелось работать. Ну, соответственно, меня пригласили сюда и на работу. Зарплата в данный момент она составляет более тысячи рублей. Тут не решаются допускать выпадковых людей до станков коштом у миллионы евро. Каб не сапсовать имидж, гильзы для чагунки и для судободауниства выконываются ж для предприемства по усім свете. Поэтому мы сами готовим этих специалистов. От них что необходимо? В первую очередь это желание работать, это способность и желание обучаться новому ремеслу. Если так происходит, то мы с такими людьми стаёмся надолго. Если год тому у Могилёвы на одного безпрацовного приходилася только одна вакансия, то зараз полторы. Их колькасть за кошт створения новых працовных местов повелишивается. Их эта тенденция заховывается заполнить в центрах занятости. Допомогу извести тех, кто шукает працу, и тех, кому потребны работники, головная задача кермашов вакансий. Так на первую весеннюю Могилёв съехались с паусотни специалистов. Трудоустройство можно решить прямо здесь, на месте. Если же требуется дополнительная оценка профессиональных навыков соискателей, то мы приглашаем его к нам на предприятие. И уже оформляем документы в течение двух рабочих дней. География Пропанов не обмежавалась только Могилёвской областью. Были представлены усе шесть регионов Беларуси. Координаты наймальников, консультаций, утымлику для тех, кто марить переехать жить и працевать на вёсце. Предварительно может съездить в хозяйство, переговорить с председателем. Если устраивает обе стороны, мы содействуем переселению. Оказывается, финансовая помощь в размере девяти бюджетов прожиточного минимума. Такие масштабные кермаши вакансий будут проходить каждый квартал. Причем будут яши профильны, с ухилом, например, на будовництво, гандаль, коммунальную сферу. Особенно и для бюджетных организаций. Андрей Шуляк, Василь Фатальев, Новины региона. Непадалёк от дома есть кабинет «Червоного крыжа». Ранее там робили инъекции, а теперь отмавляют. С такой вскаргой до нас вернулась Могилючанка с бульвара Непокорных. У громадской организации подлумачили инъекции первого установа «Ховы здоровья». У «Червоного крыжа» – инши функции. Подребязности в наступном сюжете. У нас во дворе существует красный крест. Он уже очень много существует. Но на данный момент с осени нет медсестры. И вся отговорка. На красном кресте даже написано, что уколы не делаются из-за отсутствия медсестры. Валентину Петровну обслуговывая шостая поликлиника. А ДАЕ, каже женщина, треба ехать на громадском транспорте. Зразумела, треба тратить час и гроши. Больш зручно, каже, зайси у кабинет «Червоного крыжа» у доме «Насупрать». Але у «Червоным крыжа» зазначают, что не одноразово тлумачили функции своей организации мясцовым жахарам. Люди наедине со своими проблемами не всегда хотят слышать то, что мы им объясняем. По вопросу того, что здесь перестали делать уколы, дважды с представителями городской власти, органов здравоохранения проходили беседы. Людям все это объясняли, поясняли. Но кто-то это понял, кто-то не понял. Раньше он действительно существовал в Центре медико-социальной помощи, в котором работал процедурный кабинет. Но с 2017 года служба сестер Милосердия Красного Креста начала переориентироваться на уход на дому. У меня четыре подопечных. Это тяжелые пациенты, это группы с первой, группа инвалидности. Сестра Милосердия с «Червоного крыжа» допомогает минавито ляжаршим больным. Это тенденция общая в республике и в других регионах. Мы нацелены именно на уход на дому. Тут идет речь о плановом выполнении внутривенных, внутримышечных инъекций. В каждой поликлинике есть процедурный кабинет, есть процедурная медицинская сестра, которая оказывает по назначению врача данный вид помощи. У центральной поликлинице Могилёва удокладнили, инъекции робят только у больницах и надзенном стационары в поликлиниках. Татьяна Сергеевич, Денис Бутырин, Новины региона. Звернуться до старшини Могилёвского облаконка Мауладзимира Доманевского подчас традиционной промой телефонной линии можно будет у гэтую суботу, 24-го Саковика. Телефоновать до керунника в области можно с 9 до 12-го один. Нумер телефона у облаконками 50-18-69. Промые телефонные линии по традиции пройдуть у гэты день во всех рай- и гарваконкамах. Например, у Могилёвским гарваконками вы можете звернуться до мэра города Уладзимира Цумарова. Задать питание, яке вас хвалюете, выказать про пановы можно по номере телефона 42-21-02. У Бабруйску ваше телефонование будет примать старшиня Бабруйского гарваконкама Александр Студню. Потелефоновать до яго можно по номере у Бабруйску, 76-21-41. У Могилёве театральная весна. 13-й международный театральный форум «МартКонтакт» стартует областным центром. За 7 дней будут показаны 22 спектакля из 8 краин света. Открывает вот 4 день спектакль «Колодеж» Мангистауского областного музично-драматичного театра с Казахстану. Яго поставил знакомит и режиссёр Сергей Потапов. Теперь артысты репетируют, а у спектакля покажут у весь колорит казахского народу с костюмами, декорациями, які зроблены уручную, и на мове оригинала, али субтитрами. Мангистауский театр молоды. 21-х и Саковика ему сполняется 15 год. И свой удел у форума такого статуса у театра лишить великой падеей. Для актёров открыт урок, для нас тоже посмотреть других коллективов, показать себе, это нас тоже акрилеет. И мы тоже будем стараться, равняться. Могилёв долучился до сусветных отыння финансовой письменности. Мы это его научить дятей подлетков правильно разыходовать гроши. Замец классичных лекций организаторы пропонували могилёвским школьникам гульню «Что декали?» и «Каштоны подарунки» за правильные отказы. 13 команд взрослых школ Могилёва собрались, ака высветлить, кто является самым эрудированным и финансово подкованным. Вучися, сберегай, зарабляй не только нас в агульни, а и актуальное правило життя. Мы экономим на своих развлечениях. Какие-то свои удовольствия, больше на нужные вещи нам. Нужно обучать финансовую грамотность детей со старшей школы, потому что это очень важно в жизни, это поможет. Каждое государство заинтересовано, чтобы молодое поколение росло уже грамотно финансово, чтобы правильно сберегать, правильно накапливать, и чтобы молодое поколение в том числе могло формировать нормальную экономику. До позднего года разоставалась интрига. Переможцами стала команда «Вареники» с школы номер 34. Удельники жартуют на конс своей перемоги. Мы вообще предлагали сначала устроить турнир за второе место, потому что первое было очевидно, кому достанется. И мне кажется, наше поколение будет более финансово грамотным, чем старшее. Организаторы у Денеги Гульни упевнены. Такие мероприемства лучше детей финансовой письменности лепш за классичные лекции. Дарья Семянько, Виталь Алексеенко, Новины Региона. У ночи минус у день плюс. У ближайшие дни станет теплей. По словам Синоптыку, на дворе будет вызначаться атмосферными фронтами, которые придут на территорию нашей области. Волочная с прояснениями на дворе, по информации Абл-Гидромету, чекается на протягу ближайших дн. У четвер у ночи переважно без опадков, а воз днем краткочасовый мокрый снег. Слабый туман и гололётица. Але ветер мощный парывет в 14 метров за секунду. У ночи минус 6, минус 11, при прояснениях до минус 15. У день же до плюс 3 градусов. У пятницу краткочасовый мокрый снег будет исти и в ночи, и в день. Будьте уважливы, бо на дорогах чекается гололётица. Температура у ночи минус 3, минус 8, а у день еще крыху теплей до плюс 4. Актуальные новины в области вы можете знать на нашем сайте. Твермогилёк.бая, так само у группах, у социальных сетках. А я нагадым с вами развитуюся. Приемного дня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова